привет меня зовут олег вы на канале beer hunter сегодня необычный как обычно выпуске и необычен он тем что редко мне удается рассказать вам про что-то кроме как про арбалеты от компании beer hunter такая у меня работа рассказывать вам про то какие арбалеты от компании beer hunter хорошие и они действительно хорошие но сегодня хочется рассказать про что-то более общее рассказать про тенденции арбалета строения про то как и почему двигаются производители арбалетов в наше время так что смотрите до конца чтобы быть в курсе современных тенденций я вам расскажу куда стремится archery индустрия какие новые технологии появились и зачем они нужны и еда когда я пошел снимать было солнышко замечательная погода но потом все резко изменилось о подожди собирается так что сейчас я найду какой-то местечко по укромнее я смогу спрятаться дождя и продолжим итак первое к чему нас начали стремиться все маркетологи и запросы в этом действительно есть он был всегда и он до сих пор раз к сожалению остается хотя на самом деле по факту он уже не актуальный и это мощность при том мощность вот я даже не могу объяснить что имеется ввиду под слово мощность потому что это как и сил натяжения так и скорость вылета стрелы казалось бы что это одно и то же но на самом деле нет банальный пример если взять какой-нибудь арбалет скорпион интерлопер скорпион то скорость вылета стрелы из этого арбалета на усиленных планках будет меньше чем у какого-нибудь bear hunter дума обычного да на плечах 43 килограмма хотя сила натяжения на скорпион не будет в два раза больше а мощность будет меньше и тут я думаю все вспоминают школу все вспоминают кпд коэффициент полезного действия да то есть мы закладываем арбалет сколько-то энергии а арбалет часть этой энергии тратит на разгон стрелы а другую часть тратит на там внутренние вибрации на внутренние нагревы на внутренние сопротивления и все прочее и кстати да коэффициент полезного действия у блочных арбалетов всегда выше чем коэффициент полезного действия у рекурсивных арбалет но это не значит что на всех блочных арбалетах одинаковый кпд он всегда разный но в целом тенденция такая что на блочных арбалетах кпд выше ну в самом начале арбалетов их скорость и мощность была достаточно для того чтобы выполнять любые задачи, для которых арбалеты в принципе используются. Это и охота, это и спорт, это и перебрасывание мобильных телефонов через ограждение. Короче говоря, коэффициент полезного действия, то есть эффективность современных арбалетов, она очень высокая. И поэтому сил натяжения 60 даже килограмм достаточно просто для всего. Нет никакой необходимости гнаться там за 80, ну ладно, 80, это мне кажется еще вот допустимый предел. Дальше, ну это вы просто спину себе сорвете, а толку, ну разницы вы не заметите. Сорвете себе спину, когда будете взвать арбалет, и натриете себе мозоль на руках, когда будете доставать стрелу. Следующая, наверное, это размер. И размер, это опять же следствие развития технологии. Идея в чем? Что чем меньше ата, тем капризнее арбалет. Небольшой ликбез. Ата это расстояние от одной оси, вот этой вот штучки металлической, на которой крепится блок, до другой оси. С развитием технологий, с развитием точности станков, на которых все это делается, и каких-то инженерных решений только недавно стало доступно делать компактные арбалеты, которые при этом не будут уступать по точности. Да, то есть не будет никаких компромиссов. Мне кажется, эта история началась где-то году так, в 15-м, когда там появились раввины, когда появился TenPoint Stealth SS. Но при этом, вот работая в одном магазине, приносили арбалеты на ремонт. И, ну, сразу видно, если вот это вот такой здоровенный динозавр, который хрен заведешь, потому что у него силы натяжения 100 с лишним килограмм, он по размерам гигантский, то этот арбалет вот один из первых. То есть 90-е, может быть, даже 80-е годы. И со временем все арбалеты стремятся к компактности. Все меньше, меньше, меньше и меньше. И как мы видим сейчас, все это приходит к современному. Вот Doom Mini, это вот, как я уже сказал, это то, к чему стремятся все маркетологи. Это маленький компактный арбалет. А маркетологи к чему стремятся? К тому, что нужно людям. То есть, как обычно бывает. Приходят маркетологи, говорят, мне нужно вот, чтобы оно было вот такого размера, так стреляло, и было там вот такого-то веса. А инженеры стараются это как-то воплотить, но не всегда это получается сделать. Так вот, мне кажется, что Doom Mini это правозвестник будущего арбалета. Да, это охотничий арбалет-пистолет. Надо чуть-чуть перебраться. Следующее, это какие-то инженерные изыскания. Что-то новое, принципиально новое, что позволяет увеличить эффективность арбалета. Например, вспомните, лет пять-десять назад было мало арбалеток, в которых были регулируемые приклады. Сейчас, в принципе, по прикладам мода разделилась на два варианта. Это либо приклад, который регулируется по длине, либо это приклад, в который встроена лебедка. Простых прикладов сейчас уже попросту не делают. Кстати, барнеты все же нашли способ разместить на арбалете регулируемый приклад и лебедку. Я таким арбалетом не пользовался, но, судя по картинке, могу сказать, что компромиссы тут есть. Посмотрите, какой большой угол получился на лебедке в тот момент, когда тетива защелкивается на замке. Выглядит так, что несмотря на сброс в блочной системе, в самом конце лебедку натягивать еще сложнее, чем в начале. Если говорить про UberHunter, то UberHunter, конечно же, пошел по пути регулируемого приклада, потому что у него встроен натяжитель. То есть лебедка для этого арбалета не нужна. У него натяжитель уже и так есть. Производители стремятся к тому, чтобы как-то упростить жизнь стрелку. Собственно, самый первый вариант, это, наверное, была лебедка. Самый такой простой, очевидный. На каких-то древних арбалетах лебедка уже была. Когда я работал в интерлопере, это какой год был? 15-й где-то, да? Уже там вовсю были барнеты с... Ну, они в каждый свой арбалет встраивали лебедку. Ну и второй вариант, это ручной натяжитель. То есть где с помощью полиспатной системы, по классике все мы натягивали. Первые такие варианты это были, наверное, на Тенпоинтер. Да, это те же годы, 15-е. У них во все свои приклады они оставляли возможность ставить обычный натяжитель, вот который с веревками, да? Но он автоматически убирался в приклад. и это в целом И на мой взгляд, это хорошая идея даже получше лебедки. Тогда они ставили лебедку только в дорогие самые арбалеты, в самые топовые. Во всех остальных просто была возможность, практически во всех остальных, была возможность установить вот эти вот встроенные натяжители. И я вам так скажу, это гораздо удобнее, чем лебедка, потому что взвести таким натяжителем гораздо быстрее. Так вот, если мы говорим про лебедку, то это достаточно геморройная история, потому что тебе вот эту ручку, в которую ты наматываешь, она отдельно крепится. Ты, соответственно, достаешь. Не на всех, кстати, даже в Тенпоинтах было крепление для этой ручки, но, как правило, было. Ты ее берешь, туда, соответственно, отщелкиваешь, вставляешь там пазик, да, в него надо попасть, защелкнуть эту ручку. Взводишь, а, нет, не взводишь, потом отцепляешь вот эту вот хреновину, потому что она уже на лебедке, там не крюки, на лебедке там всегда идет металлическая пластина, которая цепляется сверху. Если у вас стоит оптический прицел, короче, в чем прикол? Вы берете эту металлическую пластину, цепляете за эти тиву, взводите, и это достаточно долго, потому что там передачное число достаточно большое получилось, ну, чтобы, соответственно, там радиус-то небольшой, да, и чтобы одной рукой, пальцами можно было удержать, там, соответственно, надо долго крутить. И после того, как вы взвели, угол тетивы становится большим, и он зажимает просто вот эту железку. Вы ее берете оттуда вот так вот, выковыриваете обратно, и дальше, если у вас стоит оптический прицел, а на 10-поинтах, ну-ка, сами понимаете, я работал в магазине, и, ну, с дорогими арбалетами, которые стоят, там, 300 тысяч, 400 тысяч, как правило, ну, не ставят маленькие коллиматорные прицелы. Как правило, да, туда берут большую оптику, как может быть, даже ночник какой-нибудь, что-то в этом роде. Но сейчас все немножечко изменилось, и для небольших арбалетов, арбалетов-пистолетов, типа Мамбы, Дума-Мини, Дума-Агрегатора, Хараона, там вот встроенный натяжитель с ручкой просто идеальный вариант. Не надо ни за что цеплять, у тебя все уже на месте, ты просто берешь тянешь за ручку, и арбалет взведен. Ну, мне кажется, что вот чисто даже если пофантазировать, сложно придумать натяжитель, который будет лучше, который будет удобнее. Ничего себе, у нас кораблики оказываются. Слышал у нас еще, айти, электро сюда запустили, где-то в центре, надо будет сходить прокатиться, наверное, это, наверное, это прикольно. Классическая схема арбалета, это когда тетива идет со стороны стрелка, тросы идут снизу и перекрещиваются. Но очевидно, что это не самое лучшее решение, потому что съедается рабочий ход тетивы. То есть у нас там блоки большие, для того, чтобы создать большую скорость. Блок у нас там, не знаю, диаметром 8 сантиметров, 10 сантиметров. И вот это расстояние, ну, просто съедается на блок. Не несет никакого смысла. И поэтому со временем догадались перенести тетиву на противоположную сторону. И арбалет в этом никак не потерял, потому что у нас при тех же габаритах практически с теми же блоками, я имею в виду, геометрия осталась та же, там изменилось только крепление тросов. У нас увеличился рабочий ход на 10 сантиметров. То есть КПД, то самое, о котором я говорил в самом начале видео, у нас вырос. И, по-моему, у Перхантера нет ни одного арбалета, где бы тетива была по старой схеме, со стороны стрелка. Следующая история коснулась у нас физики тросов. Классическая история раньше это два йока, тросики, которые перекрещиваются между собой и крепятся к блоку. То есть здесь, где йоки, они крепятся к плечам, а с противоположной стороны они крепятся к тросам. Таким образом у нас возникает замкнутая между собой, ну, как, не самосинхронизирующая, это система с обратной связью. То есть у нас, когда блок поворачивается, он, соответственно, тянет за собой плечо противоположное. И они вот так вот синхронно работают. Если раньше у нас планки невозможно было четко подогнать, да, невозможно было их сразу сделать такими, какие они нужны. И поэтому у нас как раз-таки были йоки, которые у нас регулировали наклон. Если у нас, мы взводим арбалет, и у нас там какая-то планка мягче, чем другая, да, и у нас блок вот так вот криво из-за этого встает, потому что мягкая планка сильнее сгибается, мы просто раскручиваем этот йок, он меньше сжимает конкретно эту планку, и таким образом йоками мы уравновешивали всю эту систему. То сейчас научились уравновешивать эту систему и без йоков. Первые такие подвижки, это, ну, тоже на самом деле были старые времена, это гибридная система, она тоже там в каком-то 80-каком-то году появилась, ну, то есть это давно было, но это появилось только на луке и только на нижнем блоке, потому что отвод у нас находится ближе к верхнему блоку, соответственно, угол, под которым уходит трос у нас не такой большой, и там это можно было сделать. А на арбалетах это начали делать, ну, буквально несколько лет назад. Все чаще и чаще можно встретить арбалеты без йоков. Для этого пришлось переработать систему самих плечей, они становятся все шире и шире. И связано это с распределением нагрузки между сетевой и тросами. Но об этом чуть-чуть попозже. И одновременно с этим мы разобрались с еще одной проблемой. Проблемой как раз-таки перекрещивания тросов. Поскольку у нас тросы, это синхронизация, это прям все очень важно, в идеале, чтобы все было одинаково. Два блока прям с идеальной точностью синхронизировано двигались. Но поскольку у нас один трос, ну, пересечение, да, один сверху, второй снизу, и под большим давлением все-таки вот эта разница в толщину троса, буквально там, ну, миллиметр три, наверное, она играла свою роль. И блоки не получалось сделать одинаковыми. Вообще, как ни крути, но по таймингам один блок, как правило, чуть-чуть куда-то в сторону отходил. Это как раз-таки связано с тем, что тот трос, который, соответственно, проходил ниже, он был чуть-чуть длиннее. А как вы понимаете, у нас расстояние уменьшается пропорционально, что на одном, что на втором, да? То есть путь, который проходит эти тросы, он должен быть одинаковым. А если у нас они подлиннее, немножечко разные, то на дистанции возникает перекос. Не очень хорошо. Поэтому сейчас все чаще и чаще крепят тросы сразу же, без перекрещивания, к одной колодке. То есть у нас, да, блоки теперь не связаны между собой. Но, если ты их изначально хорошо выставляешь, им и не нужно быть связанными, потому что все работает точно. Планки у нас имеют одинаковую жесткость, которые на заводе у нас уже изначально отобраны. Вот посмотрите видео, где я перебираю арбалет. Там на нижних планках жесткость чуть-чуть побольше, чем на верхних. Почему? Потому что когда мы взводим, у нас вся сила натяжения переходит на тросы, а тросы крепятся ниже, чем тетива. Движение на тетиву переходит, когда арбалет не взведен. То есть планки раз разжаты и в целом вся нагрузка на систему небольшая. Тогда у нас нагрузка на тетиву. Когда мы взводим арбалет, все у нас сжимается, энергия запасается. И вот тогда у нас всю вот эту вот мощь держат на себе тросы. То есть там нагрузка не просто переходит с тетивы на тросы, она возрастает, при том возрастает ни раз, ни в два даже. Я как-то считал, там порядка шести раз, по-моему, нагрузка увеличивается и переходит на тросы. Поэтому на современных арбалетах нижней планки жёстче, чем верхней. Всё логично. И именно поэтому сейчас делают широкие плечи и блок ставят таким образом, чтобы именно трос, а не тетива, был по центру оси. Потому что самая большая нагрузка приходится именно на трос. И если трос будет находиться чуть ниже геометрического центра, то блоки начнут заваливаться. И второй момент, связанный с перекрещиванием тросов, это трение. Во-первых, трение убивает сами тросы, потому что они сильно прижаты друг к другу, либо к бегунку, есть разные версии. Но так или иначе, тросы всегда обо что-то трутся, либо друг об друга, либо бегунок. Они, соответственно, из этого перетираются. И более того, это опять же энергия, которая у нас уходит не на разгон стрелы, а энергия, которая у нас тратится на то, чтобы испортить трос. С этим начали бороться, начали обматывать это обмотка для того, чтобы тросы служили дольше. Но, на мой взгляд, это очень плохая идея, потому что повышается требование к бегункам. Еще во времена, когда я работал в интерлопере, приносили луки, ребята, которые как раз-таки вот до того, как фирмы начали этим заниматься, сами увлекались, обматывали тросы. И бегунок, он по факту был спилен. То есть, сами понимаете, обмотка, она вот такая вот идет, да, если его пальцем по ней провести, она шершавая. И вот, она каждый раз под нагрузкой по бегунку терлась, и просто по факту его начала распиливать. То есть, там бегунок был, ну, раза в два тоньше, чем он был изначально. И опять же, да, мы спасаем трос, но какой ценой? Ценой повышенного трения, потому что у нас, ну, тетивная нить, она достаточно скользкая, она овощенная, и в целом, она достаточно хорошо это переносит. А вот обмотка нет, обмотка у нас создана для того, не для того, чтобы вот так вот тереться. Обмотка создана немножечко для других задач, да, тоже для трения, но там немножечко другие нагрузки. И получается, что, во-первых, мы используем бегунок как расходник, то есть, постоянно его пропиливаем, и, во-вторых, энергии на это нужно больше, чем просто проскользнуть в тетиве. То есть, ну, лично я бы оставлял голый трос, потому что все равно нужно периодически менять свою систему. И да, там, где бегунок, она изнашивается быстрее, чем в остальных местах, но если у вас тросы изнасились там, где бегунок, это значит, что и остальная система скоро уже подойдет. А так вы и потеряете в мощности, то есть, буквально каждый выстрел из арбалета будет не таким мощным, каким бы он мог быть, и к тому же, еще будет израсходоваться у вас бегунок. Мне кажется, это не самое грамотное решение. Мне лично проще раз там в несколько лет поменять тетиву, в принципе, и арбалет обновить, как, когда себе мне запомнились слова одного человека, который заказывал у меня изготовление тетива, он говорит, эстетика нихуя не лишняя. Вот, поэтому вы также можете поменять тетиву и добавить там, сделать тетиву с пинстрайпом, сделать ее цветной, короче говоря, мне проще поменять тетиву там раз в два года, нежели постоянно менять бегунки и получать выстрел не такими мощными, какими бы они могли быть. Ну и, короче говоря, поэтому производители вообще отказались от бегунков, просто их нафиг убрали, перестали вообще перекрещивать тросы между собой, разорвали эту связь, потому что наклонять на блоке уже не нужно, и достаточно просто один раз все выставить как надо, и арбалет уже будет работать и горе не знать. И Бирхантер тоже пошел по этому пути. Да, так делать дороже, поэтому, собственно, арбалеты Бирхантера это в целом не масс-маркет. Есть, конечно, арбалеты, которые пользуются популярностью, ну прям бешеной, это Мамбо, это там Дум Мини, это те арбалеты, которые, ну скажем, и простой Дум, это, ну собственно, самые бюджетные арбалеты, что и логично. Но в целом, цена там в районе 30 тысяч для арбалета пистолета кажется большой, но кажется, когда ты сравниваешь с теми арбалетами и пистолетами, которые были до этого на рынке. Но Мамбо, Дум Мини и все арбалеты, пистолеты от Бирхантера это принципиально новые. То есть это, по сути, арбалеты, пистолеты с возможностями больших арбалетов. И если с этой точки зрения смотреть на эти арбалеты, то становится все на свои места. Поэтому люди и распробовали и начали покупать и Мамбу, и Дум Мини, то есть арбалеты, пистолеты по такой большой цене, потому что со временем, да, эта парадигма сломалась и люди начали понимать, что они получают за эти деньги. А по факту, да, вот люди говорят, я не знаю, может за эти деньги можно купить какой-нибудь МК-380. Но ведь по факту вы получаете арбалет, который сопоставим по мощности с большим арбалетом, но гораздо компактнее. То есть, ну, по-хорошему, если у нас есть маленький компактный арбалет, который может то же самое, что и большой, то он должен стоить дороже. Поэтому так и получается, что арбалеты, пистолеты могут конкурировать с большими арбалетами при той же цене и при маленьких размерах. А большие арбалеты Doom Armageddon, Mamba Fatality, да даже обычный Doom могут конкурировать с другими большими арбалетами. Да, они стоят дороже, но они технологичнее, и поэтому по показателям они превосходят все остальные арбалеты. Я надеюсь, теперь вы понимаете, почему там в каждом ролике я про что-то рассказываю про то, что смотрите, какой крутой арбалет, нигде такого нет. Да, безусловно, мне надо продавать эти арбалеты. Это моя работа. Но я говорю так, как есть. И вот надеюсь, что сейчас мне удалось вас убедить, что когда я говорю про то, что это новая система взведения, она очень удобная, такого нигде нет, это не значит, что я там впариваю какую-то ерунду и рассказываю про то, что там это супер арбалеты, имеют такие возможности, которых нигде нет, и там ля-ля-ля-ля. Все, что я говорю, это действительно правда. Арбалеты Bear Hunter, ну вот так вот вышло, что они, наверное, одни из самых технологичных арбалетов, тем более за свои деньги. Смысл в том, что я рассказываю, что такие хорошие арбалеты их надо брать, не потому, что мне платят. Наоборот, поскольку арбалеты хорошие, и я готов про них рассказывать, именно поэтому мне платят. Для того, чтобы впаривать вам какое-то говно, есть другие люди, вы все их знаете. Вы можете сами просто сесть сейчас, проанализировать все, что я сказал, посмотреть, какие арбалеты выходили, какие они выходят сейчас, и что из современных тенденций использует компания Bear Hunter. Практически все самое клевое компания Bear Hunter использует. Если у вас касались какие-то вопросы, предложения пишите, пообщаемся, я вам на все отвечу. Пока.